В 1986 году Надежда Алисова работала операционной медсестрой в 123-й медсанчасти в Одинцове. Ей было 43. После случившейся на Чернобыльской АЭС аварии она была направлена в 6-ю клиническую больницу в Москве. Сейчас это Федеральный медицинский биофизический центр имени Бурназяна. Там Надежда Федоровна ухаживала за серьезно пострадавшими при ликвидации последствий аварии пожарными и сотрудниками атомной электростанции. Пробыла там с 8 по 31 мая. Работали мы сутками, сутки через двое. Условия, конечно, были мягкие, сказать, хорошими. То есть у нас не было ни масс-халатов, ничего, мы как-то не понимали все это, но больные и больные. Проявилось это буквально на какие-то на десятые сутки, когда больные стали покрываться уже ожогами. Как в ожоговом центре мы работали. Очень тяжелые больные были, молодые ребята. Это наше отделение было, работали мы как бы на четвертом этаже. Вот. И, ну, самое тяжелое считалось отделением. Обработка была вот этих ран, постоянной капельницей, то есть постоянные катетеры, катетеризованные были больные. И переливание делали и кровь, и плазма. В основном плазма переливалась, в очень большом количестве плазма больно переливалась. Вот. И обезболивающие это все делали. И перевязки, конечно, смотреть было страшно на эти перевязки. В основном перевязочные сестры помогали нам, приходили со всеми материалами стерильными. Смена белья постоянная. Просто вот только увидели, там какое-то пятно или что-то такое менялось белье. Ну, работали, помогали нам все там. И войска, вот эти, химвойска тоже, как бы они все таскали, вот это все, белье там, вот это все предметы. В общем, помощь была, как бы. Тяжело. Сутки, конечно, были, никакого отдыха мы не чувствовали даже. Все время в работе, в работе, в работе. Первое время было жарко и душно. Не соблюдали мы и головные уборы, другой раз снимаешь это все. Все. И халаты были без рукавки, ну, как коротенькие рукава и все. Ну, брюка были, правда, единственное, что защита была брюк. Другой раз нас заставляли, чтобы мы калоши одевали, конечно, естественно, даже и калоши не одевали, потому что берешь уже сломя голову, как бы. Если в СМИ не три медсестры и помощи, как говорят, во всех палатах они лежали. Мы первоначально лежали по трое, по четверо, потом нас забирали, самых тяжелых, в реанимацию, другие отделения такие самые тяжелые. Вот. И последнее вот, последнее дежурство уже по одному в палате лежали. Поэтому очень сложно было одного человека, вообще требовалась одна медсестра. А мы-то трое только по палатам бегали, тяжелые больные. В нашем отделении 18, и мы остались 19-ю больными. То есть мы не знаем даже о дальнейшей судьбе, как они там, ну, сказали, что умирали. У нас молодой, хорошо помню, 20-летний парень. Там родители с ним были, умирал очень тяжело. У него ожоги были, то есть он, как он сказал, что когда началось это все, он вообще без одежды был даже. Даже резвенных сапог на нем не было. У него в основном ноги сгорели все. Вот вообще почерневшие были ноги, ничего делать, ничего нельзя было. Вот единственный в памяти остался. Ну и в памяти остался Дятлов. Это инженер, который непосредственно, вот он нам все чертил эти схемы, что это все не по его вине, но он под следствием был, как бы под охраной. Запомнились они. Пожарные, в основном пожарные ребята, молодые. Насколько я помню, в 63-го года, в основном 63-й год тут был. По времени, значит, сколько им было, 21-22, вот так вот такие вот. Некоторые после армии совсем только служили, пошли деньги зарабатывать на этом месте. Ну они так про себя ничего не рассказывали, в основном там молодые, неженатые еще были ребята. Ну выкарабкались те, после 45-ти вот этот возраст выжил. Вот они все выписались в нормальном состоянии, все. Они прошли хорошую адаптацию, видно, когда-то тоже работали на атомных станциях. Они, да, они ушли в санаторий. А вот эти ребята ушли, в общем, по месту жительства отправили их. Смотреть на них вообще невозможно было. Обезболивали без конца. И наркотиками обезболивали. Очень тяжело. Это вообще смотреть на них очень много тяжело. Очень тяжелое состояние все были. Санобработка была в приемном отделении. Их там все, как бы, их вещи там все сразу забирали. Мы в этом не участвовали. Даже не знаем, как и чего. Их там, в общем, обрабатывали всеми этими специальными растворами. И тогда только доставляли в отделение уже чистыми, как бы, от этого всего. Но все равно то, что на теле у них осталось, эти ожоги и все, стало проявляться на восьмые сутки только. Вот эти все ожоги проявились очень сильно, сразу прямо. Вот. Ну, а мы работали, можно сказать, вообще незащищенно ни от чего. Я перенесла очень тяжелые заболевания после этого. Осложнения идут. Каждый год что-то проявляется. Каждый год. Перенесла инфаркт мозга после этого. Так что все было. Но пока что голова работает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова